Объясняю, это мой друг Владберг, он проводит ДНД игры. Погуглите, что такое ДНД, если не в курсе, это не заболевание. Это Фуга ТВ, у них есть трек Хламидия, это, возможно, заболевание. Короче, Владберг провел ДНД игру с ребятами с канала Фуга ТВ. И в последнем файте Владберг включил им трек Хламидия в средневековой аранжировке. Угадайте, кто эту аранжировку написал? Да, я. Всем привет, меня зовут, сами знаете, как там, Гоша, Гио. У меня много имен, но обычно меня называют Кудесник. Вжух, и ты тенор. Я композитор, музыкальный директор 100 Медиа, люблю баклажаны, оливки. Ну, как видите, с головой у меня не все в порядке. Все, клешни расположил. Поехали. На той игре всех разорвало с этого трека, и они очень меня... Они умоляли просто, чтобы я написал разбор, как я написал. Короче, попросили меня записать видос, как я этот трек писал. Ну, мне не жалко, что я первый раз, что ли? Вот теперь начнется нормальная джужила. Я извиняюсь, что будет скакать свет. Так, смотрите. Во-первых, что первым делом нужно сделать? У нас есть вот это вот, основной там или минус, или трек. Два раза на него кликаем, правой кнопкой мыши и детект темпо. Выбираем от какого до какого удара в минуту. Я вот нажимаю вот это, он мне определил сразу, бамс, тональность я определяю всегда на ушко свое. Замечательное. Нотку нашли. Какой инструмент нам нужен? Это же бас, это линия баса, и нам нужно что-то басовое. Вот, пожалуйста, контрабасики на пицциката с фиалон-чили. Потому что там звук приглушенный, и получается, вот, просто тупо переписываем мелодию. Вот она вот так выглядит. Если без минуса. Здесь добавляется, как мы можем услышать, еще эта мелодия. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Это вообще элементарно. Я вообще из соображений средневековой аранжировки перенес на октаву вверх, все, и задублировал тоже октавно. Короче, у нас тут арфа. Ну, в общем, вот такая история. А дальше уже начинается месиво. И, в принципе, вот все базируется на этом басу и на этой мелодии. Соответственно, просто накидываем туда всякого там, ну, по чуть-чуть будем разбирать. Здесь что? Первая сова. Бас так и сохраняется. Потом бас я продублировал. Чтобы его было чуть получше слышно, я его сделал на деташешную фигню, короче. Деташе – это когда смычок вот не плавненько идет легат, а когда вот так вот. Фигач же! Скрипка тебя, или там, виолочей любила твоего отца, например. Надо отомстить. Что остается? Пилить. По факту все дублируется. Просто я заполняю частотно пространство, как в оркестре. А поскольку трек, он такой, там много всякого слоев, симпатошный такой. Вот, в общем, нужно как-то это все тоже заполнить. Объяснил космически. Я понял. Но я сейчас все покажу. Что ты начал-то сразу, господи. Сдублировал мелодию. Каким инструментом? Смотрите, у меня есть вот такой пак. Черт знает, как он называется. Hear and hello. Что-то. Ну вот, на экране есть. Посмотри, что ты мне приставил ко мне. А, у меня клавиатура-то сломалась, поэтому я сижу, у меня никаких не крутилок, не вертелок, ничего нету. Я кнопки тыкать ничего не имею. Вот, задублировал все струнами, чтобы там дыр где-то заткнуть, чтобы, в принципе, помассивнее звучало. Короче, понятно, да? Дальше что у нас? Смотрите. Это у нас что такое? Это ударка. Я вам объясню. Фактически я скопировал ударку, которая была в основном треке, то есть kick и clap или snare, что это там, я не знаю, я не разбираюсь в этих ваших новомодных. Я знаю, что такое... Что такое... Это kick, бочка. Здесь у нас что происходит? Кстати, да, какую ударку использую? Смотрите. Это ethnic ensemble называется. Вот. Это epic percussion. И в нем вот пресеты ethnic ensemble. И здесь куча всякого тоже добра. Очень рекомендую. Если хотите что-то такое мощное, короче, фигануть, то вот эта штука для всяких батальных штук идеально подходит. То есть вот тут прям... Это первый слой ударки. Ну, вернее, вот это первый, это второй. Дальше третий слой. Это snare. Поскольку я писал под fight, тут подходят такие всякие военные барабашки. Это четвертый слой. Это пресет hypercushion. Вот. Вот с этого все можно крутить. Я обычно это все убираю и ставлю сюда reverb, если это необходимо. Потому что сам reverb встроенный мне не очень нравится. У самого этого плагина. Вот, короче, понятно, да? Соответственно, меняете BPM и меняются эти штуки. В общем, все прозаично. И теперь вот этот clap или snare. Я сделал сразу два. И вот эти штучки. Вот эти всякие райсы. Ну, это называется как-то roll hits, по-моему. Вот. Откуда я их взял? У меня есть замечательный, потрясающий, абсолютно вот этот вот викинг сэмпл ваф. Ваф пак. И вот, я за телефоном ничего не видел. Сейчас, подождите. Акустик roll. И вот тут выбираете, какой вам больше нравится. Тут куча всякого классного безобразия. В общем, звучит так. Вот, это я просто вот этот взял, заревербил. Кто не знает, как делается, берет с правой кнопкой мыши. Make Unique. Дважды на это тыком. Быстрее работаем, медленно работаем. И реверс. И все. Вот так. И вот так я и сделал. Вот здесь немножко подубрал. Чтобы было ровненько, мягенько. И все. Обобщим это все. Смотрите. У нас есть бас, который мы отсюда слезали полностью. У нас есть мелодия, которую мы отсюда слезали. Мы продублировали мелодию разными инструментами. Как этническими, так и не этническими. Не фольклорными. У нас есть ударка, которая, разумеется, вся а-ля фольклорная. То есть тут прикол этого плагина в том, что убираешь эпикнес. То есть сейчас покажу. Где он, господи? Дай бог он. Да, он. Вот эпикнес убираете в ноль. И вот этот хэй, это я открою холл. То есть, ну, в смысле, реверб. И его тоже в ноль убираете. И получается, что как будто бы уже такой мелкий барабанчик-то играет. Вот и раз, пожалуйста, это лайфхук, лайфхук. Вот. Делайте ударку. Вот. В общем, вот пока что вот так вот. Ну и всякие райсы. Вот этот полноценный райс. Вот это вот рухис. И все, вот у вас готово. Рубрика... Черт. Рубрика. Краткий пересказ. И сегодня у нас смешарики. Я хочу фантики. Меня пугает неизвестность. Ежик, пошли поиграем в футбол колючая, ты дура. Ага, сначала микстур. Меня от ее микстуры знабило всю ночь. Тоже мне лекарство от короны. Этой вашей короны и нервуси. Друзья, вы не видели моих ноздрей. Возможно, вдруг вы пернатый. Аниматоры и художники просто вам их не дорисовали. Дизаверданты башили бильных слиген. Какой вкусный сашлык. Кто-нибудь видел Нюшу? Все, дальше. Я сказал. Доп-доп-доп. О боже, я хочу пиццы. Я хочу... Дедушка, а почему ты так плохо играешь? Что я на мастер-канал положил? Какие плагины? Компрессию, разумеется. Вот в флуфе всегда ставлю, не знаю вообще. Вот эта штука, я не знаю, как называется. Ну, короче, по частотам он выравнивает. И смотрите, если вдруг там нет чего-то перебора. Выравнивает, короче, эта штучка. Это пресеты мастеринга. И я сразу 6. Поставил 6 бэнд. Дальше L2. Что это такое? Вот. И здесь я поставил, значит, вот такой пресет. Я их там потыкал. Мне вот это понравилось. Он такой. Джентл, ну мы же все-таки средневековую музыку пишем. И можете меня кидать тапками, я Sound Good Dizer сунул. Потому что, по-моему, звучало как-то хиленько. Вот. Ну так, я чуть-чуть. Sound Good Dizer, он такой, типа, ну, не очень его жалуют, насколько я знаю. Ты не знал? Евангелие от Матвея, 3 стих, 4 строчка, пожалуйста. Там все написано, иди проверяй. Вот эта ударка, она, в принципе, очень классная. Но, по-моему, у меня версия ниже, чем сейчас есть, вот поновее. Поэтому мне пришлось чуть-чуть подкрутить вот эти вот верхнюю середину и в целом вот это все пространство. Потому что он глуховато звучал, звучала эта ударка. Короче, что по структуре? Просто ориентируемся на трек. Вот видите, тут у нас много звука. Вот тут много звука. Тут тоже, тоже. Вот, соответственно. А серединку, ну, просто миксуем как хотим. Вот, например, у меня тут играет какой-то... То есть, тут уже воля фантазии, как хотите, короче говоря. Здесь вообще ударку убрал. Чтобы ушки немножко отдохнули. Здесь, по-моему, тоже убрал. Слышите, немножко меняется аранжерок. То есть, по сути, одно и то же звучит, но каждый раз слушать более-менее интересно, потому что меняется инструментал. Если хотите прям совсем подробно, или какой-то другой, чтобы я трек так переделал, какой-нибудь оркестр или еще куда, напишите в комментарии, мы сделаем, что нет-то в заключении. Хочется сказать всем большое спасибо, потому что мне очень приятно, когда мою музыку слушают и говорят, что это здорово. Ну, и хочется в это дурное время всем вам пожелать оставаться людьми и пожелать вам баланса между умом и сердцем. С вами был я, Самодур Душнила, как кудесник. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»